всем привет мы на выставке агроферма 2017 пришли на стенд компании панкроль юг перед нами году артур правильно конечно артур расскажите пожалуйста о вашем то что вы производите какие клетки где вы находитесь какие-то выходные данные чем занимает производим не только клетки а нашей компании есть цель цель нашей компании это возродить коллеководческое отрасли возводить коллеково ста и выйти на культуру потребления 0 5 килограмм на одного человека в год хорошего диетического качественного мяса которые способны восстановить иммунитет человека это большая задача и я вам скажу реальный задачу реально вы считаете это реальная задача которую мы хотим реализовать до 23 года для этого мы хотим построить сейчас несколько комплексов типовых комплексов которые дадут возможность толкнуть крыльководческую отрасль с места. Это будут построены порядка трех корпусов по 10 тысяч маточного остатка. В данный момент мы реализовали уже проект Брюховецкой. Эта ферма была произведена нами и запущена буквально за 7 месяцев. Мы имеем возможность производить европейского качества клеточное оборудование и все системы, системы вентиляции, кондиционирования, навоза удаления, все, что касается крыльчатника, непосредственно на нашем предприятии, нашими людьми. Отлично. Давайте поговорим про клетки. Вы их производите сами? Конечно. Клетка – это наша, как говорится, разработка. Здесь уже применены определенные новшества. В этом году мы уже внедрили пластиковую перегородку, которая очень легко моется, легко обслуживается, которая облегчает работу нашим женщинам. Клетка долговечная. 25 лет гарантии мы даем на сетку. Пластик здесь, даже если каким-то образом выходит со строй, всегда имеет ремпорт, потому что отечественный производитель. А качество клетки дает возможность очень хорошо, качественно ее обслужить и продезинфицировать. Артур, скажи, пожалуйста, вы все-таки занимаетесь именно оборудованием или сами кроликов-нодержите? Наша цель – вырастить кролика и возродить отрасль. Поэтому производить кролика, производить клетки – это, в принципе, в данный момент разговор ни о чем. Мы хотим сделать так, чтобы помимо произведения клеточного оборудования, сделать полный цикл, начиная с производства оборудования и выхождения на проектные мощности кролиководческого комплекса. Поэтому наша задача сейчас – предоставление кормов, предоставление технологии, предоставление ветеринарии, искусственной семьи, всех новшеств разработки, помимо оборудования. Соответственно, все, что мы делаем, все, что я делаю, я делаю и пропускаю через себя. Обязательно. Кролиферма у меня есть прямо возле дома. И кроликом я занялся только благодаря тому, чтобы накормить качественно своих детей. У меня трое девчонок, и они у меня едят исключительно окорочатину и рыбу. Мы не едим курицу, мы не едим свинину. Соответственно, здоровье моих детей – это вот в этом животном. Соответственно, все, что я делаю, я пытаюсь растиражировать по территории России. То есть масштабировать, вы считаете, маленькое производство для себя можно масштабировать на всю страну? Оно уже масштабируется. Уже у нас наша абонентская, как говорится, клиентская база порядка 4,5 тысяч абонентов. Это все люди, которые каким-то образом крупными предприятиями, мелкими предприятиями зашли в кролиководство. Они довольны, они работают, они развиваются. Отлично. Артур, скажите, пожалуйста, каких животных, каких пород кроликов вы рекомендуете разводить в ваших клетках? Ничего не поменялось. Кролиководство в России развивалось с 1928 года. В 1990 году было утеряно, как и все остальные отрасли. Но ничего не поменялось. Мы работаем с основными двумя мясными породами. Это калифорнийская порода, новозеландская. Это мясники, которые за цикл 77 дней выходят на тушку 1,6 кг. Фактически минимальное количество корма, 9,3 кг, позволяет вырастить очень качественную, хорошую продукцию. Сочное, молочное мясо, кролика, которое очень быстро готовится. В принципе, кролика можно приготовить за порядка 6 минут, готовый кролик. Поэтому мы используем наши породы, которые были в советское время использовались. Это калифорнийская, новозеландская порода. Гибриды этих пород мы используем. А вот распространенные гибриды, иностранные типа хипплуса и так далее, что-нибудь про это можете сказать? Да, в данный момент мы работаем с партнером по хиколю. И генетика мы еще не можем позволить, пока Россия не может позволить свою только генетику. Мы позволяем себе только селекцию. Фактически берем прародительское стадо оттуда, здесь делаем хороших, качественных родителей и распространяем по территории России. Когда у нас появится большое количество кальководческих предприятий, тогда мы сможем себе позволить вернуть генетику. Возьмем оттуда чистые линии самцов и будем сделать уже внутреннюю гибридизацию непосредственно в России. Но для этого должна появиться именно культура потребления и количество кальководческих предприятий на территории России. Обязательно. Ну, планы у вас грандиозные. Судя по этой ферме, они действительно там сбываются. Это первая ферма, первая успешная ферма, которая построена сейчас в Брюховецке. Напомните, пожалуйста, сколько? Краснодарский край. Здесь сидит 3,5 тысячи маточного стада, 30 тысяч общего поголовья. Эта ферма успешная. Сейчас мы ее будем увеличивать, объем этого кроликомплекса, ровно в два раза. Вот, заказчики довольны. Мы с ними в тандеме работаем, решаем общие задачи и выводим кролиководческую отрасль на планку, ту, которую мы обещаем. Отлично. Артур, тогда раз заговорили мы про Краснодарский край, в конце февраля в Краснодаре будет выставка кроличья, первая в Южном регионе. Пан Кроль каким-то образом участвует в этой выставке? Я вам такой вот вопросик, подведу вас на слово «да». Все, что касается кролиководства, это моя жизнь. Поэтому я буду участвовать в любых мероприятиях, касающихся кролика. Вы готовы поддерживать эту выставку? Обязательно, обязательно. Отлично. Сто процентов. Значит, пан Кролю мы желаем процветания, желаем захватить всю Россию в хорошем смысле этого слова, чтобы ваше оборудование, ваши кролики было везде, и люди занимаются кролиководством. По утверждению Артура, это выгодно. Это обязательно выгодно. Это выгодно, полезно. Я думаю, что в этом будущее. Для человека должен быть выбор. Он должен для себя выбрать, какую продукцию кушать. А наше питание – это наше здоровье, а здоровье – это будущее наших детей. Продолжение следует...